Это заставляет тебя терять связь с тем, что ты хочешь в жизни, Малин Андерсон из Love Island говорит, что реалити-шоу вызывает проблемы с психическим здоровьем, когда она обсуждает, как её тролливают после ухода с Виллы. Малин Андерсон утверждает, что реалити-шоу вызывает проблемы с психическим здоровьем, когда она обсуждает троллинг в интернете. Бывшая участница «Острова любви», 27 лет, говорит, что сейчас она категорически против реалити-шоу, поскольку они представляют опасность для молодёжи по всей стране. Малин, появившаяся на шоу в 2016 году, сказала, что она видела, как люди меняются после того, как они пережили уникальный опыт в жизни. Пишу для ОК. Журнал, сказала она, сейчас так много островитян любви, и все они пытаются отличаться друг от друга, но с этим они никуда не денутся. Эти люди, которые стремятся к славе, подают пример молодому поколению, но затем у них тоже возникают проблемы с психическим здоровьем. Этот образ жизни заставляет вас потерять связь с тем, что вы хотите делать в жизни, и с тем, что вы предлагаете. Малин сказала, что после того, как она покинула Виллу, боссы ITV не предоставили ей реальную поддержку, в которой она нуждалась, которая была реализована с тех пор. Теперь актёры получают 8 консультативных сессий и 14 месяцев общения с командой «Острова любви». Они также получат учебные занятия, чтобы помочь им справиться со славой, включая уроки в социальных сетях и как управлять своими деньгами. Малин сказала, что ей приходится иметь дело с троллями, неуклонно клеймищими её как склетницу и змею в социальных сетях. На «Острове любви» в этом месяце было больше всего претендентов на фоне блокировки от коронавируса, поскольку шоу продолжает пользоваться популярностью, несмотря на недавние трагедии. Тем не менее, есть вероятность, что он может быть отменён из-за коронавируса. Это произошло после того, как Софи Грэдон, участница конкурса 2016 года, Майк Таласитис, появившаяся в 2017 году, и ведущая шоу Кэрол Эйн Флэг, все покончили с собой, испытав проблемы с психическим здоровьем. Первоначально Малин работала визажистом и стюардессой, а затем отправилась на виллу «Love Island» для второй серии в 2016 году. Но после серии душевных страданий она ушла, чтобы найти работу, которая зажгла бы в ней страсть, и помогла ей пережить финансовую борьбу после реалити-шоу. Взяв в Инстаграм в начале этого года, Малин сказала, что хочет дарить любовь другим и улыбаться кому-то. Обращаясь к Селфи, она сказала, вы можете видеть выражение потери, растерянности и истощения, все в одном. Эта версия меня никогда не существовала до этого момента.